сегодня я хочу показать вот прошло два дня с тех пор как я начал замачивать семена вот таким вот образом и если посмотреть внимательно видно что семечко вот она она начала прорастать так на самом деле достаточно тяжело увидеть как они прорастают вот эта семечка мне кажется тоже прорастает и также в общем с другой стороны я заметил что прорастает 1 из этих семечек сейчас покажу 3 семечка так чтобы это увидеть на уже с этой стороны раскрыть в общем мне кажется что с этой стороны семечка тоже одна прорастает что уже через два дня начали проклевываться семечки поэтому я теперь подписал горшочки вот но тут на самом деле плохо видно но тут вот номер один карандашом подписано карандашом видимо не очень хорошо вот горшок номер два и горшок номер три вот на горшках это конечно не так удачно на файле в принципе можно разглядеть хорошо например ватных тампонов я вообще не представляю как люди разглядывают как семена вот эти вот проросли у них уже наверно там корешочки длинные в общем я сделал такие небольшие луночки вот они три штучки вот я семечка 3 выну те которые проросли на вторые сутки по одной штучке остальные три оставлю пусть дальше прорастают вот и соответственно посмотрим как она дальше будет расти так а сейчас я вот потихонечку вы ну так один так проверяем это номер какой это номер три номер три слева значит номер три номер три здесь у нас справа поменяем местами не местами чтобы перепутать здесь здесь не такая большая температура я замачивал землю поливаю теплой водой мне оставалось с прошлого эксперимента по выращиванию томатов я собирал вот такие конструкции с лампочками но к сожалению там каких-то микроэлементов не хватило или наоборот был слишком большой избыток и этот опыт мне не удался это я пробовал вращивать томат людовик 17 вот но к сожалению мой людовик 17 заболел у него листья начали скручиваться вот начали отваливаться все цветы и он к сожалению не выжил помидор один вершинной гнили заболел а второй к сожалению второй помидор не завязал ни одного так этот с другой стороны посмотрим так другой стороны посмотрим так мне кажется вот эта семечка семечка может пинцетом конечно это удобнее делать вот вот соответственно я раскидал их по этим горшочком горшочком горшочки у меня прозрачные если что то видно когда уже корешки начинают там все пространство занимать когда уже пора пересаживать вот эти оставшиеся три семечка у меня отправляются дальше прорастать посмотрим как они там будут прорастать прорастут не прорастут посмотрим как с ними там все будет не знаю я вот планирую проращивать с помощью этого метода попробовать точнее я хочу прорастить больше сотни сортов разных для открытого и закрытого грунта но пока вот этот метод он конечно показывает что семена прорастают и видно не очень хорошо как они прорастают вот вот его такой вот минус или я что-то неправильно сделал но не очень хорошо видно это все и надо чуть-чуть вот потрамбовать совсем чуть-чуть вот чуть-чуть совсем потрамбовать здесь соответственно также чуть-чуть притрамбовать его а потом я сверху закрою пищевой пленкой в принципе можно еще резиночки сделать и пакетами закрыть и сделал тут вот резиночки резиночками закрепить обычными соответственно до появления первых сходов и можно точнее нужно будет сразу открыть и на некоторое время выставить вот сюда где температура чуть пониже ну тоже я вот сделаю с дополнительной лампочкой тут на три штуки одной лампочки хватит причем достаточно низкой и поставить тут можно например вот книжки положить вот так вот лампочка будет книжку мне вполне достаточно для этого вот а потом соответственно сделать вот такую трехногую конструкцию но вот но вот это ведро я например на одно из двух ведер я поставлю тоже три вот этих горшочка соответственно потихонечку буду поднимать вот они вот так вот ездят я вот купил в леруа мерлен вот такие прекрасные штуки которые мне помогают регулировать высоту вот такого освещения ну в общем когда они будут прорастать когда они прокрыли проклюнутся хорошо я тогда тоже покажу сколько это займет времени потому что очень хочется сэкономить свой посевной материал чтобы лишние семечки потому что в некоторых пачках бывает поштучно несколько семечек 45 семечек и не хочется загромождать большим количеством горшочков которые потом например не прорастут вот можно конечно сидеть в ящички но там в одном месте получается пусто в другом густо и тоже достаточно неудобно но вот на сегодня все я пошел ставить вот эти горшочки закутывать их ставить их на подоконник но на самом деле поскольку вот тут между окном может дуть и подоконник может иметь более низкую температуру я на подоконник соответственно положу подложку соответственно тут тоже положу подложку чтобы на них не дуло из окна но делать я это буду в комнате не здесь так как здесь для них слишком ну хотя сейчас часто конечно тут 20 градусов но это потому что мы сейчас печем на кухне пирог точнее вот испекли на кухне вот такой пирог в духовке зебру с глазурью буду покрывать именно поэтому тут достаточно жарко вот там жарко тут 20 градусов в принципе для кактусов нормально сейчас температура тут опустится я дверь чуть-чуть прикрою и в общем дальше будет выдержаться температурный режим у них ну все на сегодня все я рассказал как я дальше буду этот эксперимент продолжать буду дальше выкладывать видео по вот этому эксперименту по выращиванию томатов на своей квартире вот таких вот карликовых балконах и в общем посмотрим на результат посмотрим какой сорт лучше получится или все они у меня получится плохо вот но чтобы не повторять одни и те же ошибки наступать на одни и те же грабли можно просто посмотреть видео посмотреть что получилось что не получилось в общем и сделать так же или сделать по-своему но не запороть например не землю не семена и не потратить большое количество времени усилий просто так все всем спасибо подписывайтесь на мой канал буду выкладывать разные видео по томатам по семенам когда начнется сезон конечно будет больше видео вот когда начнем сажать рассаду ну и так далее это я постараюсь все запечатлеть всем спасибо ставьте лайки подписывайтесь на мой канал в общем желаю всем хорошего урожая в этом сезоне дачном